Официальные партнеры программы новости дня. Центр лазерной гравировки Кристалликс, выставка российского меха «Зимняя сказка», компания «Линия неба». Столицу Бурятии накрыло дымовой завесой. Безопасно ли дышать таким воздухом? Об этом и не только сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте, вы смотрите новости дня. С последними событиями вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты ТВ-кома. Сначала коротко о главных темах. Вот здесь половина участка уже ушло под воду и дальше все уходит. Власти нас успокаивают, что ничего страшного нет и бездействуют. Вода все ближе. Около 150 домов Сотникова оказались в зоне риска. Но если посмотреть по карте, у нас в центральной части сейчас не охвачена данная система. Рев сирен по всему городу. Чего стоит опасаться, если слышите звуки системы оповещения населения АЧС? Это очень редко встречаются такие объемы. Вырублены 101 метр кубических. Попались в фотоловушку. В микрорайоне Забайкальские черные лесорубы остались без добычи. Берега Селенгии опадают прямо на глазах. Сотникова река подошла вплотную к жилым домам. Люди бьют во все колокола. Но, по их словам, местные власти бездействуют. Их ответ прямой угрозы нет. А значит, предпринимать ничего не нужно. Подробности далее. Несколько десятков человек собрались на берегу Селенгии. Но не для того, чтобы отдохнуть. Соседняя река стала проблемой сотниковцев. Ее берега становятся ближе с каждым днем. Лариса живет здесь полтора года. Женщина не думала, что покупка имущества обернется головной болью. Я не побоялась купить здесь дом, потому что берег был реально высокий, метров шесть высотой. Сейчас происходит, что за прошлый год берег обвалился на 4-5 метров по всему периметру. В этом году вот большая вода, все подмывает, и берег все больше и больше обваливается. В зоне риска оказались более сотни домов. Десятки из них покупали по материнскому капиталу. Несмотря на обвалы, продолжают строить новые. В каждой семье, рассказывают местные, по несколько детей. Мы, например, уже даже застраховали. В Сбербанке застраховали свой дом. И что делать? Сейчас еще говорят, что будут дожди типа в августе. Это будет все прибывать, прибывать. И в итоге страховка скажет, вы же знали, где вы брали дом. А почему тогда дает государство разрешение на строительство вот этих домов? И они дальше же продолжают и строят. При покупке людей уверяли, здесь все в порядке. На законных основаниях стоят и ЖС, и ДНТ. Проблему местная администрация решала укреплением берегов. Отсыпали 196 метров. Но песка нужно почти на километр. Буквально за неделю появилась новая пойма. Вот здесь половина участка уже ушло под воду. И дальше все уходит. Власти нас успокаивают, что ничего страшного нет, но и бездействуют. И мы не знаем, что нам делать, куда нам обращаться и в какие колокола бить. Местная администрация замеряет уровень воды в реке аж три раза в день. Критического подъема, со слов республиканских служб, еще не достигнуто. Прямой угрозы для населения пока нет. Вал, если пойдет, мы в гидрометцентр заметим, что вал идет в Новоселингинске, даже в Усть-Кяхте или в Наушках, тогда, естественно, сообщат нам, мы всем сообщим. Мы написали письма соответствующие в администрацию района. Затем написали в Министерство природы в республике Бурятия. Сейчас ждем комиссионного выезда для осмотра. Предварительно здесь все специалисты уже были. Проблема, в принципе, уже всем это известно. Вопрос только временного и финансового характера. Только ресурсы у сотниковцев поджимают. Они просят помощи, пока не случилось непоправимого. Ведь предотвратить беду куда проще, чем лить слезы и посыпать голову пеплом после. Мы будем следить за развитием событий. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, Новости дня. Столицу Бурятии накрыло дымовой завесой. Смог в Ланудей пригород, как утверждают в агентстве лесного хозяйства, нанесло из Иркутской области и Якутии. В нашей республике режим ЧС действует только в границах Забайкальского нацпарка. На остальной территории введен особый противопожарный режим. В нацпарке сегодня тушат пожар на площади 280 гектаров. Еще три такой же площадью в Севербайкальском районе. А вот в Курумканском пожар на 15 гектарах уже локализован. Врачи советуют жителям вывести из задымленной территории детей, беременных женщин и пожилых людей. Зараться не открывать форточки, окна в ночное время, в предутренние часы, когда наибольшая концентрация опасных веществ в воздухе содержится. На окна мокрую марлю, либо смачивать сетки регулярно пульверизатором, чтобы они мокрые были, чтобы на них оседали остатки вот этих дымных частиц. Соблюдать питьевой режим, то есть как можно больше воды использовать. При сильном задымлении, ощущении дымности в воздухе, стоит индивидуальные средства защиты использовать. Людям с заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы рекомендуют тщательно контролировать давление. Не меньше двух раз в день. Если вы неважно себя чувствуете, лучше обратиться к врачу. Тоже советуют и аллергикам. Сегодня по всему городу завыли сирены. В Улан-Удэ проверили работу комплексной системы экстренного оповещения населения. Чего стоит опасаться, если слышите такой звук, узнавала наша съемочная группа. Внимание! Проводится проверка системы оповещения. Именно с этого пульта подают любую информацию к 12 системам оповещения. С компьютера через специальную программу можно транслировать уже заготовленные речевые сигналы. Например, о природных пожарах или наводнениях. На данном экране сейчас показана местная система оповещения. Если мы увидим, здесь адреса установлены. Согласно этих адресов мы можем запускать как отдельно, так и все вместе. Устанавливаем галочки, выбираем готовое голосовое сообщение и запустить. Здесь также можно определить до шести команд различных. В городе пока таких систем оповещения всего 40 штук. Сирены начали работать относительно недавно. Устанавливают их в первую очередь на социально значимые объекты. В 2014 году установили всего 12 и в первую очередь вдоль Улан-Удэнских рек, чтобы о возможном потоплении как можно быстрее поинформировать людей. С 2017 года свою работу начали сирены вблизи лесного массива. И несколько штук оповещают в центре города. Каждый год закупают примерно по 10 систем оповещения. Но этого недостаточно. До многих жителей города сигналы попросту не доходят. В социальных сетях или где-то под вашим комментарием пишут, я никогда ее не слышал, либо я никогда этого не видел. Да, сейчас мы, если вы видите, это все 40 систем данную установку. Но если посмотреть по карте, у нас центральные части, сейчас они охвачены данной системой. Но до 2022-2025 годов мы планируем полностью, весь город окутать данной системой. И чтобы этот сигнал доходил до каждого жителя. В любом случае, сигнал ОЧС услышат все. Если вдруг тревога будет неучебная, тогда по городу будут ездить машины с громкоговорителями. В первую очередь необходимо включить радио, телевизор или любую гаджу с интернетом. И городские средства массовой информации объяснят, что нужно делать и куда эвакуироваться. Валерия Каратуева, Евгений Павлов. Новости дня. Стала известна причина крушения Ан-24 в Нижнеангарске. Межгосударственный авиационный комитет выяснил, это отказ левого двигателя судна. Напомним, 27 июня самолет при экстренной посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел. На борту были 43 пассажира. Все они выжили. Погибли командир и бортмеханик. Самолет эксплуатировался 42 года. Сертификат его летной годности истек бы через месяц после катастрофы. Затем его должны были списать в утиль. По итогам расследования, комитет рекомендовал авиакомпаниям проверить тормозные системы самолетов Ан-24 и Ан-26, а также изучить с летными экипажами посадку с одним отказавшим двигателем. Черные лесорубы задержаны в пригороде Улан-Удэ. Поймать злоумышленников удалось с помощью фотоловушки. Подробности этого и других происшествий в нашей постоянной рубрике «Горячая линия». Этой ночью возле микрорайона Забайкальский городские лесничие с помощью фотоловушек обнаружили черных лесорубов. Задержать на месте злоумышленников не удалось. Бросив грузовую машину «Урал», молодые люди ретировались. Леса вырублено для нашего лесничества очень много. Это очень редко встречаются такие объемы. Вырублено 101 метр кубических. Это что принесло нам ущерб в 2 миллиона 34 тысяч рублей. Всего с начала года выявлено 37 случаев незаконной рубки деревьев в городской местности. К другим темам. В Тункинском районе из-за обильных ливней поднялся уровень воды в реке Кынгарга. Из-за разлива реки и обрушения переправы 18 туристов оказались отрезанными от туристической тропы и не смогли выйти к населенному пункту. Спасатели оборудовали переправу и при помощи альпинистских снаряжений переправили туристов через реку. После чего доставили в поселок Оршан. Здоровью и жизни туристов ничего не угрожает. Сегодня в поселке Оршан спасатели работают в усиленном режиме. Алексей Думнов, бывший начальник отдела надзорной деятельности управления МЧС по Бурятии, признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Судом назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А вот в отношении его подчиненного и сообщника Дмитрия Унагаева суд вынес наказание в виде 7 лет условно. Третий фигурант дела Илья Калашников, предприниматель, давший взятку сотрудникам МЧС, заплатит штраф в размере 2,5 миллионов рублей. Андрей Слепнев, Батр Ламбаев, Евгений Павлов. Новости дня. Заключение грозит и экс-главе Иволгинского района. Бимбу Дембрылова задержали. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает Байкал Дейли. Речь идет о скандальной истории с домами, возведенными для сирот в Сотниково. По версии следствия, они были построены из дешевых материалов и имели явные дефекты. На строительство было потрачено 195 миллионов рублей. Помимо замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко и бизнесмена Сергея Домшоева, еще одним фигурантом в деле будет проходить бимба Дембрылов. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Наводнение все ближе к Бурятии под угрозой не только района республики, но и столица. Об этом, а также о том, какая еще графа может появиться в платежках за коммунальные услуги, пишут свежие еженедельники. Время рубрики «Пресс-обзор». Правительство Бурятии готовится ко второй волне наводнений, которые могут обрушиться на регионы, прежде всего на Улан-Де. Уже в начале августа сильнейший циклон сейчас формируется на границе Китая, Монголии и Забайкалия. Из-за осадков поднимутся реки Хилок и Уда, которые впадают в Селингу. Республиканская комиссия ПЧС провела заседание. Как стало известно, номер один особое беспокойство вызывает массовая неконтролируемая застройка на левом берегу и в Сотниково. Если повторятся паводки, как в 1993-1998 годах, то последствия будут катастрофические. Ведь за эти годы на левом берегу и в Сотниково построены сотни новых домов, сообщил неназванный представитель ГОИЧС. Не хочу нагнетать ситуацию, но если пойдет волна по Селинге, то многие дома, построенные возле главного русла Селинги, смоют, как в Иркутском Тулуне. Со стихией уже встретились жители Селингинского, Тарбогатайского и Закаменского районов. Подтоплены были и дороги. В связи с непростой ситуацией к населению обратился глава Бурятии. Между тем, с 3 августа может вырасти плата за коммунальные услуги. И связано это как раз с сюрпризом погоды. Еще год назад Госдума приняла инициативу, которая обязывает включать в платежки графу страхования от последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Молодежь Бурятии на этой неделе рассуждает, как это скажется на наших кошельках. Предварительная оценка средней стоимости полиса страхования на квартиру от ключевых рисков, как рисков стихийных бедствий, так и бытовых рисков составляет 150 рублей в месяц. Однако плата может оказаться и чуть выше в зависимости от региона и особенностей утвержденных программ в нем. Бурятия в пилотные регионы, где внедряется закон, не попала. Больше того, навязывать услугу не будут. Но предупреждает в случае ЧП, если застраховать жилье, то выплаты можно получить не только от регионального и федерального правительства, но и от страховщиков. Собачьи деньги посчитала счетная палата Бурятии. Об итогах проверки рассказывает номер один. Выяснилось, что в республике с тратой денег на отлов безнадзорных животных, а это 26 миллионов рублей в год, далеко не все в порядке. При распределении средств между районами из-за ошибки управления ветеринарией возникла неразбериха, что привело к неравномерному финансированию. Также из-за ужесточившихся требований не везде вообще заключены контракты. Большинство контрактов, включая районы, были заключены с двумя основными поставщиками, которые базируются в Улан-Удэ. Причины такой ситуации – отсутствие в большинстве районов приютов для собак и мест для утилизации трупов животных. К слову, по состоянию на 1 июля 2019 года администрации Баргузинского, Бичурского, Мухаршебирского, Прибайкальского районов не заключили контракты на отлов животных из-за отсутствия заявок. В девяти районах при заключенных контрактах отлов даже не начат. Нашла счетная палата и факты, когда отловщики мухлевали и отчитывались, что усыпили одно количество собак, но в скотомогильниках цифры, как говорится, не бились. Это были лишь некоторые интересные публикации о свежих еженедельниках Бурятия. Левкин Дармаева, Батр Ламбаев и Степан Столбовский. Новости дня. На днях в эфире нашей телекомпании во время прямой линии с исполняющим обязанности руководителя городской администрации горожане могли обсудить самые актуальные темы. На все вопросы в прямом эфире Игорь Шутенков ответить не успел, поэтому особенно острые проблемы поднимет в своем проекте моя коллега Мария Латушева. Накануне она отправилась в мэрию. Собственно, уже пару, даже больше, с апреля месяца у нас идет на телеканале программа «Атака Латушева». Я хочу сказать спасибо за ваше последнее обращение и отсылку к нашей программе, потому что вы в транспортному комитету погрозили пальчиком и не просто погрозили. Как исполняющий обязанности руководителя администрации, вы человек, который сегодня не просто ездит, а разрезает ленточки. Бывает так, что не доконтролируют до конца, пытаются вот... Контроль нужен постоянно, потому что у нас привыкли делегировать полномочия все ниже и ниже и ниже. Поручение я сам могу давать, а вот исполнять обязан. Показывать на недостатки, показывать неправильное исполнение работ или равнодушное отношение чиновника к решению проблемы, да к нашим жителям. Полное право имейте. И можете, как бы это ни звучало так пафосно, но моим именем даже и грозить. А равнодушное отношение руководителей одной из управляющих компаний нашего города в программе «Атака Латышевой» увидите уже в следующий понедельник. На этот раз наша съемочная группа выясняла, почему директор занимает свое кресло вопреки жалобам жильцов. Небольшой перерыв дальше. Вот о чем еще после рекламы. Нам из гаража и въезд в гараж просто невозможен. И поэтому вот я и бью тревогу, чтобы сделали так, как это положено. Забаррикадировали автомобили. После ремонта на Трубачеево выезд для жителей одного из домов оказался перекрыт. На 119-й федеральный закон как раз регламентирует те случаи, когда отказываются в предоставлении земельных участков. Пора брать землю. С 1 августа жители Бурятии могут получить свой дальневосточный гектар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй этаж. Телефон 305-838. Выбирайте неповторимые подарки. Миковая выставка. Зимняя сказка. Цветная норка. 58 тысяч рублей. Скидки 40%. Улан-Удэ. С 24 июля по 2 августа. Фейско. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные в установке надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите новости дня. Это прямой эфир. Продолжим. Ремонт Патрубачеева подходит к концу. Но строители явно перестарались. Жители одного из домов теперь не могут выехать из собственного гаража. Почему подрядчик забаррикадировал их автомобили, выяснял Андрей Слепнев. Жители 62-го дома по улице Трубачеева столкнулись с неожиданной проблемой. Всему виной укладка нового асфальта. Из установленных бордюрных камней гараж с автомобилем внутри оказались буквально в ловушке. В данной ситуации нам из гаража и въезд в гараж просто невозможен. И поэтому вот я и бью тревогу, чтобы сделали так, как это положено. Чтобы можно было спокойненько выезжать. Без всяких затрат практически. Эти же блоки только их положить. Больше ничего не нужно. Но нет. Нет. Ни у кого, правда, не найдешь. Проблему с гаражом удалось решить практически сразу. Директор УАН УД стройзаказчика пояснил. Ко всем дворам, расположенным по Трубачеево, обеспечили проезды. Это касается и 62-го дома. Но гараж Людмилы Михайловны попросту не заметили из-за забора. Гараж не совсем был заметен. Поэтому с жительницей переговорили. Сейчас верхний слой асфальта положим. И в процессе мы еще будем заниматься все равно благоустройством данной территории. Будем убирать мусор, будем восстанавливать дорожные знаки, дорожную разметку. И бортовые камни для обеспечения проезда к ним в гараж уложим. Выезжать из гаража без препятствий и не боясь повредить свое авто, жильцы 62-го дома смогут ориентировочно через неделю. Именно тогда должны завершить работу. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев. Новости дня. С 1 августа каждый житель Бурятии может получить свой дальневосточный гектар. Вот только как это сделать, многие до сих пор не знают. Пошаговая инструкция в нашем материале. Степь да степь кругом таких неосвоенных земель в Бурятии хоть отбавляй. С хождением в состав Дальневосточного федерального округа по программе Дальневосточный гектар землю можно будет получить в собственное пользование абсолютно бесплатно. А это говорит о том, что даже в самых удаленных уголках нашей родины могут появиться как новые фермерские хозяйства, так и новые зоны отдыха. Среди желающих получить заветный гектар и Федор Алексеевич приобрести землю они с женой мечтали давно. Да и нехилые планы на гектар уже есть. Мы с женой, жена вернее больше конечно в этом, в большем мере хочет завести небольшое хозяйство свое. Чтобы это было недалеко от города и чтобы были свои курочки там, кролики, уточки там, ну может быть, венюшечка. И хочет, чтобы это было все свое. Вы знаете, как этот Дальневосточный гектар получить? Честно говоря, пока мечт нет. Верхнее все, как говорится, мы слышали. А вот куда подавать заявку, что, это мы еще пока мечт не знаем. Но хотим. Хотели и воспользовались программой уже более 70 тысяч наших соотечественников. Тем более, что получить заветные сотки достаточно просто. Нужно зайти на сайт на дальневосток.рф и подать заявление. Тем, у кого нет возможности выйти в интернет, можно обратиться в многофункциональный центр и органы местного самоуправления. Заявление о предоставлении земельного участка должно содержать фамилию, имя, отчество, место жительства, данные страхового свидетельства, характеристики земельного участка, данные для связи с заявителем, способ направления заявления. Рассмотрено заявление будет в течение месяца. На том же сайте, на дальневосток.рф, есть возможность выбрать место расположения своего участка. Серая зона на карте говорит о том, что в данной местности участок приобретать нельзя. Зеленая обозначает, что земли особого назначения. Приобретать их можно, но для определенных видов работ. Есть территории, которые закрыты в предоставлении. То есть у нас 119-й федеральный закон как раз регламентирует те случаи, когда отказываются в предоставлении земельных участков. Это земельные участки, находящиеся на территориях заповедника, национальные парки, занимаемые водными объектами, территории общего пользования. Ну, те земельные участки, которые уже предоставлены иным лицам. Ну и иные. Также у нас в зону нельзя входит территория города Уанды и также 20-километровая зона от границ города Уанды. Также нельзя приобрести земельный участок в городе Северо-Байкальске, ну и в центральной экологической зоне. Также перед подачей заявления необходимо определиться с тем, что вы будете делать на данной территории, как Федор Алексеевич. Ведь через три года с вас потребуют отчет о том, выполнили ли вы свои обязательства. Отметим, участок в безвозмездное пользование дается лишь на пять лет. Екатерина Лестратова, Сергей Медведев, Новости дня. Третий россиян не может позволить себе отпуск. Причина – нехватка денег. Об этом пишет портал Суперджоп. Его специалисты опросили 3000 человек старше 18 лет во всех федеральных округах. Причем все участники опроса были трудоустроены. Среди тех, кто получает от 30 тысяч в месяц до 50, денег на отпуск не хватает 31%. Для тех, чья зарплата выше, от 50 до 80 тысяч, на каникулы не ходят 24%. Мы решили спросить у лануденцев, хватает ли им денег на отпуск. Хотелось бы путешествовать, но постараюсь экономить и все-таки ездить, путешествовать. То есть хватает все-таки ездить, да? Да, езжу. Нет, не хватает. Захвата маленькая, да. Да, денег хватает. Я езжу на свои курорты только здесь внутри. А на зарубежные не хватает, да? Да нет, я вообще туда не езжу. И нет необходимости туда ездить. Скажите, пожалуйста, вам на отпуск хватает денег? Конечно. Хватает? Абсолютно. А куда ездите? На что хватает? За границу? Ну, и за границей были. В Дубай ездили, на Алтае бывали. В Таиланд ездили. Все на зарплату, да? Ну, как что значит зарплата? Мы предприниматели, поэтому зарплата нет, доход. Сейчас кому хватает денег вообще? Никому, кажется. Честно скажу. Труд, да, плохо, мало оплачиваемый. Труд сейчас не ценится. Сейчас мы делаем тур по Транссибирской магистрали. То есть нормально, да, хватает, чтобы отдыхать зарплату? Ну, заработать нужно. Не один год, честно сказать. Так я, наверное, лет 10 уж в отпуске не был. А почему? Работа такая. Если ушел в отпуск, значит, пролетаешь. Отмечу, что максимальная сумма, которую опрошенные россияне готовы потратить на неделю отпуска – около 25 тысяч рублей. Молодежь до 24 лет может выложить чуть меньше 22 тысячи. Пора отпусков. Время подумать о покупке шубы. Ведь сейчас ухватить ее можно практически за полцены. Подробности в нашей рубрике телепрезентация. Торопитесь, а то расхватают. Зимняя сказка пробудет в Улан-Удэ еще только два дня. А значит, времени подобрать ту самую шубку по летней стоимости все меньше. Сейчас на выставке у нас действуют скидки на норковые шубы от 20 до 40 процентов. А на весь другой ассортимент – 10 процентов. Плюс два года гарантии. Супер выгодные цены на действительно качественный товар. Все изделия шьются только в России. У каждой шубы есть специальный чип, который подтверждает, что товар – не подделка. Зимняя сказка радует Улан-Удэнок пятый год подряд. И поклонницу этой выставки с каждым разом все больше. Шубка, которая на мне, мне нравится. Мне вообще нравятся все шубки. И ассортимент довольно-таки большой. Я только начала мерить. Ну, надеюсь, что перемерю. И мне что-то обязательно понравится. И выберу. Глаза разбегаются, да? Разбегаются, да. Здесь девочки очень хорошие. Все подобрали, все очень понравилось. Вот, прикупила шубку. Уже не в первый раз я у них. И как бы ассортимент шикарный. А качество? И качество замечательное. Норка здесь всего 58 тысяч рублей. Практичный мутон почти даром – 7 тысяч. Из новинок на выставке мутон Керли – идеальный вариант для тех, кто привык выглядеть на все 100 и при этом не жертвовать комфортом. Весь товар можно взять в кредит или в рассрочку. Зимняя сказка находится в физкультурно-спортивном комплексе при входе налево Рылеева-2 только до 2 августа. Не переключайтесь, ведь в 22.10 мы покажем художественный фильм «Уильям и Кейт» об отношениях, а потом и свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На этом все. Еще раз коротко о главном. Размывают берега. Около 150 домов Сотникова оказались в зоне риска. Рев сирен по всему городу. В Улан-Удэ проверили систему экстренного оповещения населения, которая должна сработать во время ЧАЭС. Пора брать землю. С 1 августа жители Бурятии могут получить свой дальневосточный гектар. Такова картина дня. Мы всегда готовы рассказать о самом интересном. Ждем ваших комментариев на нашем сайте и в соцсетях. С вами была Ася Касьянова. До встречи. Центр лазерной гравировки «Кристалекс» представляет. Сувениры из стекла. Прекрасный презент, который высоко оценят не только деловые партнеры, но и самые близкие люди. Такой подарок удивит и порадует. Лазерное фото внутри «Кристалла». Лазерная гравировка на поверхности металла и пластика. Стильно, красиво и оригинально. Центр лазерной гравировки «Кристалекс». ДРЦ «Пиплспарк», второй этаж. Телефон 305-838. Выбирайте неповторимые подарки. Миковая выставка «Зимняя сказка». Цветная норка 58 тысяч рублей. Скидки 40%. Улан-Удэ с 24 июля по 2 августа. Фейско. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки «Линия неба». 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня «Линия неба». Натяжные потолки «Линия неба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...